Купил себе ночник, теперь у них началась битва взглядов. Кто пишет, один из них будет разбит, я даже знаю кто. И кто же? Ну давай, давай, нападай. Купил себе вот такую мотивирующую кружку. Я много работаю, чтобы у моего кота была лучшая жизнь. От души, бро! Ага, кружку докупил себе. Взгляд кошки, грация картошки. Найден большой полосатый картофель. Картофель! Кто пишет, такие коты на белорусских полях растут. В смысле растут? Работают. Я, кажется, впереди ДПС. Батя! Охота не удалась, но зато посмотрите, как он роскошен. Роскошен от слова кошка. Кот. Роскошен. Ну вы поняли. Щечки это богатство, роскошь, красота. Вот роскошь, видите? Опять слово роскошь. Потому что кот. Кажется, я превращаюсь в задорного. А чего добился ты? Я тоже не хочу хвастаться, но в свои 14 месяцев у меня свой дом. Личные официанты, массажисты, аниматоры. А чего добился ты? Кто пишет, просто ему повезло родиться котямбой, а не людишкой. Да, и теперь у него роскошная жизнь. Да всё, всё, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Роскошный выпуск. Поехали. Этот кот моя точная копия по утрам. Картина Мишки в лесу. Ой, я второго не заметил. Кто пишет, кошки в лесу. Поделитесь, пожалуйста, рецептиком данного блюда. Ну, в принципе, берёшь кота и добавляешь что угодно. В итоге у тебя получается кот просто потолще. Выбирай, какой ты сегодня. Шлёпа. Шлёпок. Шлёпанец. Ответ всем, кто тут спрашивает, куда делись дети, которые читали больше всех слов в минуту на технике чтения. Они теперь мемы читают. Ха-ха. Они выросли и смотрят кино с субтитрами без нытья. Я не успеваю на буквы внизу глядеть всё время. Давай бубняш включим. Я, по-моему, читал реально быстрее всех на технике чтения. Видите, пригодилась. И Олимпиада за русского медвежонка работает. Как общество представляет чёрных котов? Какие чёрные коты на самом деле? Бя. Ну как, не жмёт? Второго мерить будете? Да нормально, только котючка прицепилась. Официант. Дети до 10 лет едят бесплатно. Мой отец. Ему вчера исполнилось 9. 27-летний, я за столом. Когда вылез из душа, а полотенчика нет. Наташ, неси полотенце. Да вон, сзади тебя... А, это пакет. Походу, мне пора читать мемы в очках. Когда пытаешься застелить кровать, но кот против. Я не доспал. Узелок завяжется, узелок развяжется. Я от этой злой жары сейчас подохну, кажется. Когда кто-то спрашивает, как мои дела? Я уже не понимаю, в нитках я запутался или в себе. Этапирование опасного преступника в ветеринарную станцию. Твари. Хоть в дарвинизме есть изъяны, доктрина все в его права. Вставай, потомок обезьяны, кормить меня, потомка льва. Потом, потомок. Да что за шутки от Задорнова, блин, сегодня. Не, я против него ничего не имею. Задорнов классный мужик был. И я все его концерты пересмотрел. Может, поэтому я так шучу. Ну да ладно. Услышал шум из комнаты, захожу, а там... А там, а что же там? Горшок разбился. О, наверное, само. Ты ведь не злишься? У меня лапки. Текущее состояние. Как жить эту жизнь, я не понимаю. Да у тебя лапки, все нормально. Кайфуй. Мое обычное состояние летом. Я немножечко поспаль, а потом пошоль позраль. Лето, солнышко печет. Лень меня совсем берет. Я как вяленый пельмень, как на солнышке тюлень. Мне вообще по полной лень. И такое целый день. Вяленые пельмени? Я такого еще не встречал. Знаю вареные, знаю жареные. Ну, вяленые. А, это, наверное, просто пельмени на балкон выносишь вареные, и они там на жаре вялятся. Во мне всегда сражаются тьма и свет. И оба любят пожрать. Когда тебе навязывают какую-то чепухоню, тебе лень спорить, и ты просто ждешь, когда они отвалят. Это любой из дней на работе. А это я хочу все бросить и улететь на морюшко. Уи-и-и. Пока что-то ты прыгаешь только у кроватку. Когда видишь паука на стене, давай выше. О, мой верный котик-хранитель, я помогу тебе в этой битве. Как котику было жарко, а потом не жарко. Эх, что случилось, котик? Жарко, жарко-призарко-призарко. Вот, держи, котик, холодную куколёку. И ложку мороженого. Кусня. Теперь мне не жарко. Я тоже так с жарой борюсь. Когда задумал перетыгдыкать всё на этом белом свете. А это я весело еду в отпуск, рабоотпуск. Урашеньки. Мама, когда я не поднял телефон, когда она звонила. Мама, когда она не ответила на 20 моих звонков. Сайт. Вход только для совершеннолетних. Ведите свой год рождения. Я ввожу 1346 год. Сайт. Добро пожаловать. Следуй за белым кроликом. Я избранный. Нет, ты оператор канала Дискавери. Шестилетний я, когда случайно проглотил зубную пасту, вместо того, чтобы выплюнуть её. Вот и кончились хихоньки-хахоньки. Скоро умрёшь. Мои друзья, пытающиеся вытащить меня тусоваться в пятницу вечером. Я в своей мягонькой зоне комфорта. Мой максимальный уровень бодрости на текущий момент. Так и есть, я тут немного приболел. Очень-очень жарко. Солнце светит ярко, как на сковородке при такой погодке. Нужен мне тенёчек, свежий холодочек, ледяного чаю, а не то растаю. Когда тебе нужно выйти на улицу, а там сковородка. В этой жаре нужен герой. Ой, кот, ты ещё и чёрный весь, тебе капец жарко будет. Разработчики игры выпускают новый бесплатный скин. Все игроки. Друг получает тройку за домашку. Я списавший у него и получивший четыре. Проблемы индейцев вождя не тревожат. По утрам я кофе выпиваю, но было бы приятней красное вино или же говно. Не знаю, просто в рифму было. Не зацикливайтесь на этом. Участник. Когда я родился, я был ребёнком. Судьи шоу талантов. Капец за душу берёт, блин. Ты кто по знаку зодиака? Рак. Хорошо освистеть умеешь? Умею. Просто отлично. Может махнём в горы? Друг, твоя кошка умная? Я. Мурка. Показывай. Скорее обиженного кота. Привет. Привет. Хочешь злого кота покажу? Хочешь или не хочешь? Короче, я показываю. Скорее обиженного кота. Современная молодёжь просто не отлипает от гаджетов. Купите ему уже ирпоцы. Мамочка всех накормит. Ага, как они терью грызть будут. Аж большая. Пустите меня в Африку, там хорошо. Слоник прикольный. И жираф, и вегемот, и лев. Все прикольные. Тайный поклонник каждый день приносил мне свежие цветы на крыльцо. Сегодня я наконец-то узнала, кто этот загадочный романтик. Раб коший. Можно как-то побыстрее убирать. Тут дурно пахнет. Работник месяца. Кота не забирать. Кот работает в магазине. Забудь всё, что между нами было. Я вас вообще не знаю. А ты молодец. Просто в автобусе подсаживаешься к какому-нибудь левому чуваку и такой, забудь всё, что между нами было. Я спокойно сплю в выходной. Мой сосед. Я тут немного потусуюсь. Ты не против? Идеальный диван с тоннелем для кота. Кто пишет, а если он там насрёт? Тогда туда полезешь ты. Или самый маленький член семьи, как это обычно любят делать. Ну, это ты точно есть не будешь. Что, так невкусно? Наоборот, так вкусно, что я тебя просто не оставлю. Ты понимаешь, почему я десять лет сижу дома и не хожу на работу? Нет. Чтобы ты всегда знала, где я, любимая. Обожаю всякую фигню. А меня? Я про тебя и говорю. Маскировка проходит отлично. О, я помню этот мультик офигенный. Вся правда о медведях, кажется, называется. Кайфовый мультик, жалко, что у него так мало серий. Ма, да чё сразу только девочки так ходят. А во время моего подросткового возраста у нас было популярно носить длинные волосы. Ну, типа все ротскеры. Я тоже хотел все волосы отрастить длинные, но так и не хватило у меня терпения. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И зацените другие мои видосы. Предзаказывайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир» по ссылке в описании. Книга про искусственный интеллект в жанре фантастика и доступна со скидкой в 15% на БУК24 по промокоду «СКОРО». Потому что она скоро появится. А уже сейчас можно заказать электронную версию книги или аудиоверсию. Там прикольный диктор озвучивает. Так классно, я слушал аудиокнигу, прям прикольно. Так что чекайте ссылки в описании и переходите. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!